так друзья всем привет с вами опять владимир коваленко он же мастер кладки ну что как вы уже поняли это очередная серия нашего сериала дом с нуля так ну что какие у нас измени давайте сейчас сразу по изменениях а потом уже непосредственно покажу вам что у нас здесь готово какие изменения изменения идут у нас в плане уже стен а именно изначально планировал с полтора кирпича 100 миллиметров утепления сейчас уже заказчик перепланировал вот и хочет газоблок то есть 400 газоблок естественно все армопояса естественно полная технология поэтому нужно пересчет делать полностью вот я сделал пересчет буквально только что сидел пересчитал все у нас получается на дом около ну не около полторы тысячи газоблока получается 9000 9 10 тысяч чернового кирпича ну это конечно если не будет никаких изменений ну а изменения как вы уже знаете в любом случае ну как правило 80 процентов бывает на любой стройке наша стройка это не исключение так ну что вот такие вот делишки приблизительно подсчеты приготовлены будем заказчику показывать рассказывать в общем и как-то двигаться уже в этом направлении так я сейчас придавлю чтобы все это дело у нас не разлетелось посчитали пересчитали смету уже по стенам непосредственно потому что ну ценник как вы понимаете уже как бы будет немножечко отличаться ну что ладно теперь по сути видео погнали по фундаменту да еще друзья ну у меня нету как бы возможности физически постоянно как бы здесь находиться и вот снимать потому что сейчас параллельно там еще два объекта идет и еще там один фундамент как бы взяли знакомому надо сделать и кладка будет не будет в этом году неизвестно но тем не менее там не снимаю потому что ну не стратегический объект но как бы нежелательно так снимать не знаю если что-то получится будем снимать вот здесь получается здесь снимаем здесь у нас будут и стены если все нормально если дальше продолжение будет у нас строительство 10 вот на данном этапе пока стоит задача сделать фундамент сейчас как бы параллельно несколько объектов то есть мне приходится и туда ездить и тут и работать и вот с андрюха заканчивая его сейчас оставил приехал вот сюда потому что сейчас нужно вот эту всю историю пересчитать ну и честно говоря не всегда получается как бы отснять вот поэтапность да отснять там даже когда там бетон заливали когда опалубку поставили как укрепляли и так далее и тому подобное ну я надеюсь сейчас мы на все ваши вопросы ответим так ну что кто у нас желающий но я думаю павел сейчас будет нам отвечать на все вопросы ну что немножечко общего плана вот так вот сейчас вам покажу давайте сейчас покажу где уже готова то есть эта часть у нас уже готова остается немножечко там бетона но сейчас дойдем там я вам покажу вот такая вот ситуация это расширение у нас под вент каналы там будет в кирпич здесь переходит сюда полтора кирпича расширения под вент каналы и вот такая вот у нас ленточка так ну погнали погреб опалубка уже снята в принципе тут у нас все уже там высота друзья рубль двадцать под два ряда фбс подожди так паша ну шо рассказывай так ну в принципе основные мероприятия по приему бетона уже сделаны уже большая часть опалубки выражать демонтирована остался последний миксер топ то финальный аккорд сейчас докреп до закрепляем опалубку ну и ждем миксер принимаем миксер единственное что хотелось бы сказать в установке опалубки лучше ее перекрепить чем не докрепить да лучше перестраховаться чем не достраховаться когда прет опалубку это жуть жуткая жуть жуткое зрелище да я так сказал жуткое зрелище со стороны а когда участвовать принимаешь участие это жуткая жуть и кое-что в мыле да мыли все так ну погнали короче сейчас покажем что тут осталось так осталось тут сколько тут осталось осталось 6 половиной кубов 6 осталось 6 половиной кубов залить и с бетоном расхлебались с бетоном на данном этапе да мы закончили но еще после установки блоков будет армапорт так как заказчик принял решение строить дом из газобетона поэтому друзья сейчас вот и пересчитываем все вот эти моменты так ребята еще хотелось бы отметить не знаю по причине захотелось мне заказчику сэкономить немножко денег заказал опалубку USB 10 ну в принципе если высота опалубки 30-40 сантиметров то нормально если выше лучше нужно брать что-то потолще потому что маловато жиденькая получается такая она надо раскреплять его очень жестко так что вы сейчас последние 6 кубиков укрепляйте хорошенечко демонтируем и дня 4 будет выходной потом завозим блоки занимаемся дальше блока у нас 150 штук короче так ширина и высота подготовки нашей так ширина подготовки сантиметров на 10 шире чем но основная опалубка чем подушка для того чтобы было удобно ставить на нее щиты высота подготовки максимум 10 сантиметров потому что в принципе нагрузок она никаких не несет ну только для удобства монтажа чтобы арматура не проваливалась чтобы молочко не вытекало да ну чтобы меньше как и было всякой в бетоне дальше дальше у нас высота интересует высота по данному объекту высота подушки 40 сантиметров вот так вот и все если по системе си очень друзья ну а по погребу у нас ситуация вы сами уже видите метр двадцать метр двадцать двумя рядами блоков выходим на ноль с нашей подушкой дальше два ряда по подушке два ряда блоков фбс здесь естественно дальше выходим блоками по погребу правильно вот так вот вы сами видите там цоколь получится может быть кто-то подумает что высокий цоколь на самом-то деле еще будет подсыпка два ряда блоков подсыпка цоколь получится ну как бы стандарт некий цоколь в районе может быть где-то может 600 миллиметров где-то вот так вот должен получиться по идее ну а там дальше уже видно будет здесь у нас будет вход ну и соответственно и выход с подвала очень сейчас конечно не сильно ясно дальше уже картина будет более ясно хотел еще сказать друзья по опалубке многие говорят что то есть сделали такую красивую опалубку да ну то есть красивые щиты сложили их красивые пацаны сделали красивые дач щиты сложили все аккуратненько вот ну как бы смонтировали и выкинули да сколько материала выброситься на самом-то деле материал не выброситься вот и щиты останутся дальше на забор какой-то еще будет здесь строение в любом случае там на армопояс будет на да да щиты пойдут дальше потом уже на все армопояса на там банька может быть какая-то будет еще и так далее и тому подобное ну плюс там на следующий на наши уже объекты когда будем там делать если будем делать фундаменты в любом случае щиты такие пригодятся так друзья в общем на сегодня вот такая вот у нас ситуация я сейчас еду там на кирпичные объекте заканчиваем там ну и как бы уже там оттуда видосы буду я не знаю потому что сейчас все такое идет движение 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 никаких друзья видео уроков потому что некогда сейчас там парни работаете я их сейчас отвлекать не буду ждем сейчас бетон на вечер а как всегда у нас может быть корпоратив да может быть сейчас с неба уже затянуло надеемся на лучшее сегодня последний бетончик принять и дальше уже там блоки будут армопояс ну и может быть скоро доберемся уже до стен на сегодня у меня все с вами как всегда был владимир коваленко он же мастер плат я желаю как всегда удачи и хорошего настроения всем пока попрощайся за зрителями до скорых встреч я выбрал вас пока